Добрый день. Сегодня я расскажу о реализации риска профилированного подхода по вопросам информационной безопасности и киберустойчивости в отношении наших поднадзорных организаций. Область регулирования надзора нашего – это кредитные организации, также некредитные финансовые организации и субъекты национальной платежной системы, не являющиеся кредитными организациями. В соответствии у нас разработаны и нормативные акты Банка России, установившие требования к обеспечению защиты информации. Это 683-е положение, 672-е положение, 684-е для некредитных финансовых организаций и 382-е, которые также действуют. Ну и, соответственно, общий подход, учитывая разнородность наших поднадзорных организаций, необходимо сформировать такой комплексный подход для оценки риска профиля поднадзорной организации. Основными показателями в риск-профиле поднадзорной организации по вопросам обеспечения информационной безопасности мы видим следующее. Первое – это показатели несанкционированных операций, показатели операционной надежности, показатели оценки соответствия и качества управления риском. Важно отметить, что первые два показателя – это такие два показателя, которые характеризуют потери, прямые или косвенные, уже реализованного риска информационной безопасности. Что, в свою очередь, например, оценка соответствия – это больше степень выполнения требований по информационной безопасности, которые у нас установлены в наших нормативных актах. И учитывая нашу архитектуру, высокоуровневую архитектуру в нормативных актах, это требования к технологиям, требования к программному обеспечению и требованиям к инфраструктуре, то есть оценки соответствия. И, соответственно, показатели оценки соответствия и качества управления риском характеризуют больше такую вероятность реализации риска информационной безопасности. Первые два показателя – основной канал обмена информацией – это информационный обмен с Финцерт, который позволяет оперативно получать информацию о выявленных инцидентах и, соответственно, о несанкционированных операциях, но также формы отчетности. Дополнительно к этому есть показатель риска профиля как информационный фон. Он не является основным. На данный момент сейчас идет рассмотрение его как включение в основной состав, то есть оценки его целесообразности и так далее. И, соответственно, весь подход в общем, как сказал Андрей Олегович, то есть он направлен на… По сравнению, эта оценка риска профиля будет входить в общий состав риска профиля поднадзорной организации, касающийся наших вопросов по вопросу обеспечения информационной безопасности и защиты информации. И нацелена больше на возможность финансовой организации противостоять актуальным компьютерным угрозам и атакам. Соответственно, по результатам формирования риска профиля мы определим зоны риска по поднадзорной организации. Ну, кратко. Все. Спасибо за внимание. Здесь я бы хотел дополнить, да, несколько вещами. Значит, надо понимать, что, ну, по классике, если смотреть на те нормативные акты, которые существуют, которые разрабатываются не нашим департаментом, а профильным департаментом, да, с точки зрения правильных рисков, то как бы есть как бы плановые потери, да, вот, которые можно прогнозировать, скажем так, да, текущие потери, да. И вот информация об этих потерях, которые произошли в результате инцидентов информационной безопасности, значит, мы сейчас собираем, так сказать, в виде формы отчетности, там можем сделать какие-то определенные, собственно говоря, выводы, да, но мы планируем, условно говоря, до конца года реализовать некий подход по сбору информации через АСОИ. То есть у нас установлена уже обязанность в рамках наших базовых актов 183-184, о котором много сегодня говорили, 172-го, об информировании об инцидентах, да, вот, собственно говоря, мы сейчас будем дорабатывать технологии для того, чтобы именно потери прямые и косвенные от реализованной риска, связанные с проведением несанкционированных там операций, банковских, финансовых операций, или с нарушением там операционной надежности, чтобы эти данные собирать, чтобы у нас было понимание реальных потерь наших поднадзорных от реализации событий, риска информационной безопасности. Но есть, как бы, потери в стрессовых, так сказать, сценариях, да, там, в каких-то критических ситуациях, да, то есть эти потери, они определяются как бы двумя показателями, как, на наш взгляд, это первый показатель, который характеризует некую вероятность того, что это произойдет, и это, вот, собственно говоря, показатели, которых характеризует оценку, ПОС, показатель оценки соответствия. И этот показатель, он, очевидно, должен учитываться в совокупности с показателем суммы, которая максимально, так сказать, при самом плохом варианте рискует наши поднадзорные. И вот в совокупности два этих вот компонента, текущие потери, собственно говоря, и возможные потенциальные потери, вставляют вероятность в стрессовом сценарии, они, как бы, показывают, вообще говоря, что может произойти, так сказать, наши поднадзорные в случае реализации успешной компьютерной атаки, да. И, очевидно, что эту вещь надо анализировать с точки зрения, как наши поднадзорные сможет, так сказать, продолжить функционирование в случае такого вот крайне критичного инцидента информационной безопасности. Потому что такие инциденты, очевидно, были и, наверное, еще будут. Вот. И как все это дело, собственно говоря, должно обрабатываться, значит, эти возможные риски, да, как раз мы хотим исследовать в рамках направления, связанных с качеством управления риском. Вот. Здесь мы ориентируемся, мы сейчас разрабатываем проект документа, который мы на ДК-122 вынесем, я надеюсь, в октябре этого года, я о нем уже говорил, да. Здесь мы ориентируемся на методологии, которые предлагают нам, так сказать, профильные международные организации, в первую очередь, Банк международных расчетов, значит, КПРИ, да, комитет соответствующий, Банк международных расчетов. Вот. Этот документ, он, собственно говоря, описывает, условно, там, качество, ну, системы управления риском, да, с точки зрения именно не технических вопросов, а с точки зрения организации работы на таком корпоративном уровне, там, выключил на советы директоров, значит, оценка показателей риска, то есть, установление оценка, да, выделение ресурсов, соответственно. Ну, и один из основных факторов в этом стандарте, это, собственно говоря, как наша поднадзорная, значит, собственно говоря, планирует свою систему управления риском с точки зрения парирования тех потерь, которые могут быть вызваны тем или иным уровнем информационной безопасности. Вот. Как бы это вот такой вот взгляд на риск инвестирует надзор. То есть, надо сказать, что, как бы, повторю свою мысль о том, что у Банка России, в данном случае, у нашего департамента, нет задачи, скажем, проконтролировать наличие средств защиты, как таковых, да, то есть, нет задачи, там, выполнения требований каких-то технических, да, это, безусловно, мы будем делать, но цель наша надзорная, это контроль за рисками информационной безопасности, за возможными потерями, о чем мы сегодня много говорили, да, и то, что мы, как бы, вот, нашли какие-то вещи, связанные с, там, с частично полным, неполным выполнением требований, значит, наша задача, это на основе, вот, уровня, вот, этого показателя оценки соответствия, по трем уровням, о чем Сава Александрович говорил, безопасность, технология безопасности, программа спечения безопасной инфраструктуры, интегрировать с точки зрения возможных потерь поднадзорной и обработки этих потерь в рамках системы риска капитала. Это наша, как бы, основная цель. Продолжение следует...